МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам реализации миграционного законодательства в Самарской области и подписал постановление, расширяющее список видов деятельности, куда нельзя нанимать мигрантов по патенту. В список вошли торговля алкоголем, табаком, лекарствами, молочными продуктами, хлебом и детским питанием. Сборная Самарской области завоевала золото на чемпионате России по вертолетному спорту, который прошел в Тверской области. Самарцы стали лучшими в нескольких дисциплинах в числе 12 экипажей. В Самарской области из-за частых дождей появились редкие грибы. Герицый коралловидный. Гриб включен в Красную книгу региона в 2017 году. Собирать его нельзя, это административное правонарушение. В Самарской области ночью наблюдали пик метеорного потока Персеиды. Были видны до 100 болидов в час, движущихся со скоростью 59 км в секунду. Это явление совпало с другим астрономическим событием – полярным сиянием, которое озарило небо над всей страной. В России за год количество предложений о продаже квартир в новостройках увеличилось на 40%. Чаще стали выставлять на продажу трехкомнатные квартиры. Стоимость квадратного метра в июле составила 167 тысяч рублей. Минпросвещение России утвердило новый график школьных каникул на следующий учебный год. Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября, зимние – с 30 декабря по 12 января, а весенние будут с 24 по 31 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова